Если бы мы хотели ударить, никакой их ПВО бы не помогло. Мы бы для этого использовали гиперзвук. Слушайте, нас сильно усилили ПВО. Остался последний пункт. Это патриоты. Но заметьте, разговоры уже ведутся на эту тему. И вот когда был этот случай, когда, ну, как говорят поляки, скорее всего, так оно было. Украинская ракета залетела на территорию Польши, и там люди погибли. За что, конечно, мы должны этот вопрос уладить и, как минимум, выразить сочувствие. Но Германия, Патриот, передает Польше, а наши польские друзья говорят о том, что давайте отдадим это Украине. Данимс сейчас уперлись. Не без этого. Но тенденция какая, все равно речь идет, слова строятся в таком контексте, что должна быть создана бесполотная зона. И мне кажется, да, слушайте, я же тоже здесь живу. И мне тоже хотел, я тоже могу здесь начать сейчас говорить, а-а-а, все пропало, патриотов нету, попали в электростанцию, убили в Выжгороде людей. Страшно, страшно. Ну, страшно, правда, но не без этого. Между прочим, когда вот эти вот обстрелы были, это когда у нас понедельник было, я тут вообще первый раз так, чтобы сильно так испугался. Ну, потому что, ну, неожиданно, оно тут как бахнуло где-то вот в этой сфере. Ну, это вот все-таки было ПВО. Ну, вот так вот. Но оно же есть. Оно же есть. И на самсе есть. И иристое есть. И масса всего-всего нам поставили. Я просто к тому, что можно, всегда можно говорить мало. Всегда можно говорить мало. Вот, там, Нью-Йорк Таймс написал сегодня статью, что у нас там с 340 стволов 150 патого калибра, треть все время на ремонте и на техобслуживании. И это правда. Но мне говорили немножко меньше, если честно. Говорили 20% где-то. Ну, 20-30, ну, в принципе, соизмеримо. В принципе, если это учесть, что это было летом, как бы, что техника используется в максимально интенсивном режиме, то вполне возможно, что они вышли на третье. Что ты отстрелял, надо стволы менять, надо там, ну, обслуживать. Плюс, если это на гусеничном или на автомобильном ходу, то есть масло менять в конечном итоге. Ну, это злой комплекс работ. Вот, мы-то смотрим, когда наши ролики в телеграммах. Приехала, бам-бам-бам, руки-ноги российских оккупантов в разные стороны и все. А чтобы вот это вот было бам-бам-бам, только представьте, сколько людей работает. От заправщиков, механиков, ну, и непосредственно уже артиллеристов. Ну, и существует, что там масса этих моделей. Ну, в общем, центр создан соответствующий для ремонта украинской артиллерии натовской в Польше. Поэтому, возвращаясь к ПВО, могло бы быть и хуже. Мы сами в диком восторге от своего оборонного комплекса. На этой неделе появлялась информация, и аналитики, эксперты это говорили, про то, что у России заканчивается техника, оружие, боеприпасы. И, в принципе, у них осталось вот этого всего военного на месяц где-то активных боевых действий. И потом вот что. Имеете ли вы такую информацию? И если да, если, в принципе, эта теория имеет право на жизнь, то что можно спрогнозировать, что дальше будет делать Россия? Бегать по всему миру, по Ирану и по других государствах, собирать оружие или что? Или замораживать конфликт? Ну, это они уже делают. Бегают по всяким странам. Воруют там стиральные машины, чтобы какие-то компьютерные замчасти потреблять на ракетах. Это нам всем известно. Насчет, насколько это правда, что кончатся у них ракеты, сказал недавно американский генерал Бен Ходжес, что у них остается максимально на 10 таких ударов про инфраструктуру, как вы испытывали в последних неделах. Но я не уверен, что это отчитывает все, что у них есть. Возможно, что у них какие-то еще тайные запасы. Дэвид, а как вы считаете, вот в этой истории с передачей и не передачей Украине легендарных американских беспилотников Грэй Игл, вот то передают, то не передают, это политическая плоскость? Или все-таки действительно американские военные боятся того, что каким-то образом эти технологии могут оказаться во вражеских руках? Я думаю, что они действительно боятся, чтобы техника попала врагу. Они об этом говорят тоже. Менять беспилотников, чтобы именно вот эта чувствительная техника не находилась на вариант, который передают Украину. Конечно, эти беспилотников, я так понял, что они имеют способности, как F-16 истребитель, и значительно могут менять ситуацию на поле боя. Я думаю, что... Я хочу вернуться на секунду вот этой высказания Мили насчет Крыма. Я думаю, это нужно рассматриваться с двух точек зрения. Вот есть военная точка зрения, о чем мы уже говорили, что если дословно это понять, конечно, в течение двух недель не освобождают Крым. Но другой вопрос, почему он это говорит? Он говорит это из-за политических убеждений. И мне кажется, что есть определенный страх в США. Понятно, что США это не монолит. Тут существуют разные политические точки зрения. Не все по одному линию думают. Но я думаю, что есть определенный страх, что при освобождении Крыма Путин может разменить ядерное оружие. И поэтому, наверное, такой... Не хотят обязательно, чтобы Крым был следующим. Ну, выбора нет. Скажи, что с Левобережной Украиной? Как, какие активности плануются и когда? Я не знаю, как слова подбирать, чтобы правильно поставить вопрос, чтобы ничего не попалить. Так, десь саме я зараз не могу сказать, но нещодавно так. Я був на Півдні, на правобережжі Херсонщини. Что по Левобережні? По Левобережній Украине наши Збройные Сили завдают вогневого уражения по військах, которые были выбиты из Херсона, из правобережной части Херсонщины. Они завдаются вогневые уражения по их коммуникациям, адже там Хаймарси и другие зразки західного оружия уже с правого берегу могут досить далеко досягать. Сейчас идет вогневое уражение и подготовка до звольнения и Левобережья. Как саме оно будет звольняться, на самом деле, есть очень много вариантов. Я думаю, что наше командувание выберет найбільш неочікуваний для ворога и он будет успешным для нас. На цьому тижні Україна пережила кількаденний blackout. Подекуди досі міста, деякі оговтуються від нього, так само и області. Ну, складно, складно відновлювати цю инфраструктуру. Как это бачится з лінії фронту? Как украинцы достойно себя поводят в час blackout? Украинцы себя достойно поводят. З лінії фронту мы не бачим жодных натиків, ни каких-то невдоволений граждан владею. И перебегом войны все абсолютно наши граждане адекватно понимают, что винен лише наш ворог, Российская Федерация, терорист, який уже не может добути перемогу на поле бою и начинает воювати с цивильным населенным, руйнувати инфраструктуру. Але нічого вагомого у них і в цьому не вийде. На мою думку, це лише шантаж, схиляння нас до переговорів, щоб отримати передишку, щоб затулити діри в своїй обороні російським окупантам. Отаким чином, знищуючи інфраструктуру, вони намагаються викликати невдоволення у громадян наших, і начебто це має підштовхнути владу до переговорів. Але цей план, як і всі інші їхні плани з самого початку, він є безглуздим і він приречений на провал. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.